Фольклорный коллектив «Живые традиции Руси» работает всего два месяца. За это время руководителю удалось сплотить участников, научить как малышей, так и ребят постарше, петь народные песни и играть на старинных инструментах. У нас занимаются от мал до велика, от трех лет и без ограничений люди разных возрастов и разных профессий. Мы собрались для того, чтобы сохранить наши традиции русского народа и бережно их хранить. Все объединены одной идеей – это изучением традиционного народного творчества. На занятиях ребята изучают историю Руси, традиции и обычаи предков. Осенины – один из почитаемых славянами праздников. Люди собирали урожай, благодарили землю за изобилие. Обязательные атрибуты – колосья пшеницы, символ благополучия. С материалом мы работаем с древним материалом, ищем какие-то видеозаписи старинные. Были же такие, которые были в Древней Руси. Ездим, беремся, опыт набираемся. Общаемся с другими фольклорными коллективами, берем их материалы. Фольклорный коллектив популярен не только у детей, но и у взрослых. Тем более, что здесь нет возрастного ограничения. Заниматься могут все. Руководитель уже строит планы на будущее. Впереди зима, Рождество, а значит быть колядком. Ох, приветствия лет, горы голодые, люблю плавые глаза, боже, не какие. Мы хотим очень представить зрителю колядки. Это зимние святки, обряд кальдования, который был распространен на Руси. Все костюмы разрабатывали, создавали вместе. Кто-то нашел сарафаны в бабушкином сундуке и передал их в костюмерную коллектива. Что-то сшили силами Дома культуры. Причем старались сохранить не только традиционную форму платья, но и воссоздать орнамент и украшение. Коллектив называется «Живы традиции Руси». Вроде бы не созвучно, но все понятно, все истинное, живы. Мы возрождаем и это живет в нашей России. Передаваясь поколение в поколение традиции русского народа, мы тем самым сохраняем свои истоки, национальный колорит и обычаи наших предков. Мария Шмаков, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Руси «Одинцова» Руси «Одинцова» Продолжение следует...